Поговорим об идее и доказательстве теории Гюты. Вот у нас есть всевозможные высказывания арифметического языка, примеры которых мы видели. Мы видели, так сказать, высказывания, которые там зависели от параметров, не зависели от параметров. И те, которые не зависят от параметров, могут быть либо истинными, либо ложными. Вот в каком-то там привычном нам понимании. При понимании обычных, при том понимании логических связок, квантеров и всех операций, которые у нас обычно есть, соотносящиеся с натуральным языком. Таким образом, высказывания у нас делятся на две категории. Истинные и ложные. Кроме того, у нас есть некоторая формальная система аксиона, арифметика и пиара. И есть высказывания, которые можно вывести формально из этих аксиом, биологических аксиом по правилу Эйки, да? И есть, они называются доказуемые. И есть высказывания, которые можно опровергнуть. Значит, нарисуем это так. Вот тут вот у нас есть доказуемые. Доказуемые – это B-А. А вот тут у нас будут опровержения. Ну, что такое опровержимые высказывания? Опровержимые высказывания – это такое, которое можно опровергнуть. Опровергнуть, то есть доказать его отрицание. Доказуемые – это те, которые можно вместе доказать формально. А опровержимые – это те, которые можно опровергнуть. Картинка, которую я нарисовал, соответствует такой правильной картине мира. Всякое доказуемое высказывание является истинным. Всякое опровержимое высказывание является ложным. Истинные и ложные не могут быть одновременно истинными. Соответственно, в этой картине мира доказуемые и опровержимые они никак не пересекаются. Теорема Йоделя говорит о том, что существуют какие-то истинные высказывания, которые не являются доказуемыми. Ну и, соответственно, будут ложные высказывания, которые не являются опровержимыми. Здесь картина такая, более же не симметричная, истинные и ложные. Поэтому теорема Йоделя, в том обычном, первая теорема, о которой мы говорим, она состоит в том, что существуют какие-то высказывания, которые попадают в эту категорию. Не может такого быть, что доказуемые совпадают с истинными, а ложные тем самым совпадают с сопровержениями. Всегда здесь есть некоторый такой вот ненулевой зазор. Ну и вот, когда Гёдель встал перед этой задачей, то надо подумать, как бы вообще можно было доказывать такую вещь. Как бы можно было доказать, что там что-то такое ненулевое. Ну и на самом деле основная идея Гёделя заключалась в том, что есть некоторое, можно придумать не целое свойство, а придумать свойство, которому удовлетворяет множество доказуемых высказываний, но не удовлетворяет множество истинных высказываний. Сказать, что во множество различных надо придумать какую-то такую вещь, которая верна для всех истинных, но верна для доказуемых, но не верна для истины. И это свойство произошло из парадокса Гёдель. А именно Гёдель понял, что можно сформулировать некоторое утверждение за его Г в честь Гёделя, которые эквивалентно тому, что само это высказывание Г не доказуемо. Но если бы вместо слов «недоказуемо», если бы доказуемость совпадала с истинностью, то утверждение о недоказуемости Г совпадало бы с утверждением о том, что Г можно не истинно. Но тогда это не будет. Но можно ли такое быть Г, которое эквивалентно собственной множести? Нет, потому что есть парадокс лжеца. Если Г истинно, то высказывание вот это будет истинным, а значит Г должно быть ложным. И здесь вступает в силу такая настоящая логика. Математики здесь никакой нет. Это философское такое вот соображение, связанное со смыслом. То, как формально высказывание взаимодействует с его собственным смыслом. Г убеждает собственную ложность, значит она не может быть ни истинным, ни ложным. Значит, если нам удастся построить такое высказывание Г, которое говорит, что оно само недоказуемо, утверждает собственную недоказуемость, то из построения такого же, то есть наличие такого же уже вытекает, что у нас есть множество доказуемых, ни одно и то же. Вот примерно так. Осталось понять, откуда бы взять вот эту вот, как бы нам добиться того, что у нас есть какой-то Г, Г, который утверждает собственную недоказуемость. Ну и тут в половину Г, который реализован состоит из таких вот этапов. Дрех шагов. Шаг первый. Выписать высказывание с паразитом Х. Проражающее, точнее, это был шаг, я бы сказал, что это будет шаг два. Шаг один заключается в том, чтобы перенумеровать все арифметические высказки. Занумеровать. Каким образом занумеровать? Ну, более или менее любым. На самом деле не любым, но, как говорится, на нашем уровне приближения к этому каким-нибудь разумным способом перенумеровать по порядку все возможные арифметические высказки. Это такой простой этап. С тех пор стал называться геономерной нумерацией. Посмотрим, вот эти высказки. Они все представляют собой некие строки-символы. Наш язык весьма ограниченный. В нем есть конечное число некоторых неопреждаемых символов. Ну да, есть эти самые логические связки и квантеры, есть переменные, есть скобки. Иногда мы их употребляем. Ну и вот все, что можно построить из этих все осмысленные высказывания, правильно построенные формулы вашего языка, представленные строки, конечные строки этих символов. Значит, их можно перенумеровать. Сопоставить им натуральные числа взаимно однозначным образом. Значит, вот первый шаг достигается довольно легко. Значит, у нас в каждой формуле φ сопоставляется ее геодолевномер, который обычно обозначается вот так. φ в таких уголочках. φ в уголочках, это число, которое соответствует высказыванию φ при некоторой естественной ингумерации. Вот так. Значит, все высказки можно перенумеровать. А мы дальше выговорим шаг 2. Можно выписать высказывание с параметром х, выражающее следующее. Х есть номер высказывания доказуемого из аксиоарифметики. Такая первая большая задача Геодоля заключалась в том, чтобы, как бы сейчас сказали, запрограммировать предикат доказуемости. Высказывание о доказуемости формулы с номером х из аксиоарифметики. Мы пока не очень далеко продвинулись в эту сторону. Мы там максимум про четность и нечетность. Что-то там написали про разрешение эскитических уравнений. Это все были, так сказать, сравнительно короткие, так скажем, формулы. Программы из одной и двух строк. Здесь все-таки строк побольше, хотя не так много, как может показаться на первый взгляд. Значит, вот оказывается, что такую формулу можно выписать. Ну, на этом трудности, так сказать, в этом плане доказательств не заканчиваются, потому что даже если у нас есть такая формула с параметром х, нам откуда-то надо взять формулу Э, которая говорит про саму себя, что она не доказует. Как вообще может арифметическая формула что-то говорить про саму себя? Вот. Это некоторый, скажем так, трудность, которая решается некоторым трюком. Продолжение следует.